В администрации Сарапова состоялась февральская сессия городской думы. Первые вопросы этого заседания касались утверждения перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении муниципального контроля в ряде сфер ЖКХ, в сфере благоустройства, на автотранспорте и в дорожном хозяйстве по части теплоснабжающих организаций. Проект обрешения утверждается перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за использование в единой теплоснабжающей организации обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования города Сарат и порядок их выявлений. Проекты решения по данным вопросам депутатами были приняты. Также на этом заседании рассматривался и вопрос имущественного характера о согласовании передачи муниципального помещения. Это февральское заседание посетил Олег Гарин, который с осени 2021 года является депутатом Государственной Думы от Удмуртии. Перед сарапурскими депутатами он выступил с докладом о проделанной работе в составе Нижней Палаты Федерального Собрания. Так при нем был увеличен бюджет на строительство и ремонт межмуниципальных дорог. В имени фракции как раз выступал с предложением увеличить данное финансирование от 20 миллиардов рублей ежегодно и Государственная Дума поддержала. И теперь у нас получается на региональной межмуниципальной дороге ежегодно будет запланировано по 50 миллиардов рублей. Это нам позволит в целом по стране отремонтировать и реконструировать 16900 километров автомобильных дорог. Ну и здорово, что Удмурская республика тоже попала уже первый же год под это финансирование. Мы с вами получаем по данному направлению 604 миллиона рублей. Из них все они будут иметь мировое отношение к Сарапу. Вот эта дорога ежегодно к Сарапу и Костина Компарта. То есть эти две дороги попадают под реконструкцию. В завершении сессии состоялось честование депутатов Сарапурской городской думы, чьи дни рождения пришлись на февраль. Причем в этот раз все представительницы прекрасного пола в составе седьмого созыва вошли в список именинников.